Мокрый снег, метель и гололед. В Алтайском крае сохраняется режим повышенной готовности. На тысячу младенцев меньше, чем в 23-м. В регионе год от года падает рождаемость. В 80-летию победы в Барнауле открылся региональный волонтерский центр. Трагедия в Быстроистокском районе. В одном из сел погиб двухлетний ребенок. По данным следствия, 8 ноября девочка гуляла на улице без надлежащего контроля со стороны родителей. В какой-то момент ребенок вышел за пределы приусадебной территории и упал в большую лужу. Малышка не смогла из нее самостоятельно выбраться и захлебнулась. В бессознательном состоянии ребенка госпитализировали, но, несмотря на реанимационные действия, девочка скончалась. Следователи возбудили уголовное дело причинения смерти по неосторожности. Также проводится проверка по поручению главного прокурора Алтайского края Антона Германа. Сегодня и завтра в Алтайском крае сохранятся неблагоприятные погодные условия. Мокрый снег, метель, гололед. Порывы ветра, по данным спасателей, по-прежнему могут достигать 22 метров в секунду. Впрочем, и в выходные в регионе штормило. Дорожникам пришлось ограничивать движение на трассах. Отмечен всплеск ДТП. Есть погибшие. Подробности в сюжете. Это трасса Барнаубийск, но почти так же мело почти на всех трассах региона. Воскресенье дорожникам и спасателям пришлось ограничить движение по Чуйскому тракту от Новоалтайска до Бийска. Автобусам и грузовикам было запрещено передвигаться на трассе от Курьи до границы с Республикой Казахстан. Но были и те, кто рискнул выехать за пределы населенных пунктов в непогоду. На трассе Барнаубийск водитель большегруза не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. Последствия печальные. Водитель Део Матис скончался на месте. Смертельная авария случилась и в Курьинском районе. Один человек погиб. А это кадры еще одной аварии на Бийской трассе. «Опель Вектра» столкнулся с автомобилем «Хина-500». Двоих пострадавших увезли в больницу. Несколько аварий произошли и в краевой столице. На Малахово напротив огней машина заехала на рельсы. На остановке Смирнова автомобиль влетел в столб. На пресечении строителей челюсканцев машина заехала на бордюр. На Аванесово водитель въехал в дерево. А это уже кадры сегодняшнего дня авария на Павловском тракте. В регионе по-прежнему сохраняется режим повышенной готовности. За три дня 50 населенных пунктов региона попадали под отключение электроэнергии. Штормовой ветер повредил кровли на 13 объектах в Барнауле и трех за пределами столицы края. Ущерб от непогоды в регионе будут оценивать позже. А пока снег продолжит засыпать территорию края, но температура будет падать и может в ближайшие дни опуститься ночью до минус 16 градусов. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Прошедшая ночь для Барнаула выдала снежные на улицы города. Вышли 103 единицы техники, которые очищали от снега и обрабатывали от гололеда дороги и тротуары. За эту ночную смену спецтехника работала на более чем двух десятках улиц краевой столицы. Предусмотрен полный цикл работ по антигололедному обработке улиц и тротуаров. Для обеспечения проезда в сельские населенные пункты, находящиеся вблизи города, предусмотрены работы автогридерами. Снег будет вывозиться сегодня в ночь с проспекта Ленина, с проспекта Калинина, Павловского тракта, с проспекта Строителей, улицы Попова и других улиц. Днем рабочие очищают тротуары вручную и с помощью техники. При этом особое внимание сотрудники уделяют подходам к пешеходным переходам, лестницам и спускам, а также остановочным карманам. По технологии мы прометаем улицу, сбиваем снег в приладковую часть, потом проходит гридер, формирует вал. А после этого уже в вал становится снегопогрузчик, под него становятся самосвалы на вывоз. Самосвалы груженые увозят снег в специально отведенные места, снегоотвалы. Этим утром главной артерии Барнаула сковали девятибальные пробки. Снегопад не прекращается с воскресенья, поэтому специалисты работают в круглосуточном режиме. Сегодня о нем на улице краевой столицы вышли 119 дорожных рабочих и 85 единиц техники. Дмитрий Дроздов, День с толком. Рождаемость в Алтайском крае падает все ниже. С каждым годом в регионе на свет появляется на тысячу малышей меньше, чем годом ранее. В 24-м мы движемся к цифре в 15,5 тысяч новорожденных. Это минимальный показатель, зафиксированный в крае с начала 90-х. Спад более чем в два раза. Есть и хорошая новость. Снизился и показатель абсолютной смертности населения. За год примерно на 10%. Однако общий показатель не изменился из-за тока людей из Алтайского края. Сейчас в регионе средняя продолжительность жизни равна отметке в 71 год. Где-то 70,5-76 на сегодня мы имеем по ППЖ. Ну вот, 24-го года. То есть мы отвоевываем показатели этого самого ковидного периода. А вообще сверхзадача стоит к 30-му году это 77 лет. Но вот вопрос, когда жить до этих лет, мы решили узнать у барнаульцев. Что, по их мнению, поможет повысить продолжительность и качество жизни. К 2030 году средняя продолжительность жизни в Алтайском крае должна составлять 77 лет. Как считаете, что для этого нужно сделать в регионе? Улучшить систему здравоохранения. А что с ней не так? Чтобы более доступная была, потому что записи на две недели вперед, а то и на три. И бесплатную медицину сделать, хотя бы для пенсионеров, какие-то процедуры медицинские. Стоматологию, например, кардиологию. Ну как-то субсидировать немножко эту область. Очереди огромные в поликлиниках. Сложно попасть к врачу профильному. Ну и вообще, врачей-то не хватает. И зарплаты. Очень низкие у врачей зарплаты. Ну, может быть, и более углубленные анализы сделать бесплатные, которые недоступны сейчас некоторым жителям в силу своих материальных возможностей. Ну, расширяется комплекс уступ, поликлиники строятся, открываются. Чтобы все было доступно, лекарства. А сейчас есть проблемы с лекарством? Ну, большинство, да, как бы под заказ только привозят, ждать приходится. А может быть, для молодежи тоже все-таки про среднюю, продолжительную жизнь говорим? Что для них нужно? Чтобы меньше пили, наркоманили и вот эти вот дули через все вот это. Господи, да позаботиться о людях, о благополучии, о чувство те города. Заболеваемость пневмонии в Алтайском крае продолжает расти. Чаще всего на больничной койке оказываются подростки и дети. Среди взрослых – пожилые женщины. Тяжелых случаев немного, данных по летальности нет. Чем вызван нынешний подъем больных пневмонии и каковы основные меры профилактики, рассказали сегодня журналистам. Ковид все чаще уступает место новым инфекциям. Вернулся достаточно тяжелый грипп, разгулялась микоплазма. Сейчас именно этот класс бактерий вызывает пневмонию, а не традиционный пневмокок. Достаточно типичный возбудитель пневмонии, он давно известен, он давно описан. И в популяции микоплазма циркулирует с подъемами заболеваемости где-то цикла в 3 до 7 лет по разным литературным данным. Болеют в основном молодые люди и заражаются в основном от детей. А поскольку микоплазма является атипичным возбудителем, она очень маленькая, у нее другое строение клеточной стенки, это внутриклеточный возбудитель, она фильтруется. Она может передаваться воздушно-капельным путем, но для того, чтобы ей заразиться, нужен достаточно долгий и тесный контакт. Несмотря на то, что пневмония, вызванная микоплазмой, протекает с длительной высокой температурой, она достаточно хорошо лечится и практически не дает дыхательной недостаточности и осложнений, говорят пульмонологи. К концу второй недели пациенты обычно вылечиваются. Чаще всего болеют дети, которые заражаются в детских садах и школах, и прежде всего подростки. Понятная причина у подростков, мы не можем исключить влияние курительных смесей. Казахстан и Узбекистан, они еще в прошлом году осенью говорили о микоплазменной инфекции, о пневмониях. Именно основной причиной у них явились курительные смеси. С курением микоплазма и проникает в легкие. Что касается профилактики, вакцины от микоплазмы пока нет. Над ней работают. Но привиться от традиционного возбудителя пневмонии пневмококом можно. Правда, бесплатно вакцину ставят лишь тем, у кого тяжелые хронические заболевания легких, а также призывникам. Среди мер профилактики по традиции маски – проветривание здоровый образ жизни. А если болезни не удалось избежать, лучше лечиться в стационаре. Академик Чучалин нам поставил такую, так скажем, цель, что лечение пневмонии должно приравниваться к лечению инфаркта. То есть пациент должен максимально быстро быть госпитализирован и в течение первых четырех, ну максимум восьми часов от начала заболевания получить терапию. Кстати, выписывать самому себе антибиотики не стоит. Микоплазма лечится специальными препаратами. Впрочем, и противовирусные в данном случае рекомендуют применять только по назначению врача. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Там, где есть вода, там есть жизнь. В жилом комплексе «Палитра» села Фирсово Первомайского района порядка 600 домовладений обеспечили чистой питьевой водой. Причем застройщик опередил план почти на год. Качественная вода там должна была появиться только в июле 2025 года. О знаковом событии расскажет Юлия Щепина. Теперь у жителей этих домов из крана течет качественная, то есть чистая питьевая вода. В жилом комплексе «Палитра» микрорайона Фирсово запустили в эксплуатацию новый водозаборный узел. Строительство ЖК началось в 2021 году. На первом этапе построили две артезианские скважины, из которых вода напрямую подавалась для обеспечения нужд строительства. Пока никто не жил, и, собственно говоря, особой необходимости не было в очищенной воде. Тем не менее, в планах застройщика это было изначально. И поэтому со временем, может быть, позже, чем хотелось людям, но совершенно однозначно раньше, чем это было у нас в планах. В планах мы планировали запустить этот комплекс в 2025 году, но поскольку потребность очень большая есть, мы напрягли свои силы и запускаем уже в октябре 2024 года. Сооружение обеспечивает качественной питьевой водой 600 домовладений жилого комплекса. Был построен водозабор ЖК «Палитра», который состоит у нас из двух скважин, основной и резервной, станция водоподготовки, резервуар на 250 кубов и станция второподъемная. Производительность водозабора – 500 кубических метров в сутки. Здесь у нас находится скважина артезианская, которая качает воду в очистные сооружения, управление, частотник. Так вода с помощью насосов добывается из скважины глубиной 140 метров, а затем поступает на станцию водоподготовки для очистки. Станция водоподготовки состоит из фильтра грубой очистки, узла учета, блока дистовых фильтров для удаления крупной взвеси. Здесь представлены фильтры обезжелезивания, которые как раз удаляют из исходной воды, уменьшают содержание железа. Дальше вода у нас поступает на фильтры деманганации, где у нас снижается магнит в исходной воде. Далее вода подается в резервуар чистой воды. Кстати, все оборудование отечественное, а эта емкость выполняет важный функционал. Эта станция предназначена для снижения объема промывных вод, которые у нас выбрасываются в канализацию. Соответственно, с помощью этой станции у нас сбросы минимизируются, уменьшаются. Оборудование сокращает сброс в 10 раз, что позволяет снизить эксплуатационные затраты. К слову, стоимость водозаборного узла составила порядка 40 миллионов рублей. А строительство основных сооружений начали год назад. Предстоит еще один момент нам реализовать. Оборудование уже закуплено, и в ноябре мы его смонтируем. Здесь будет установлена еще дизель-генераторная установка для обеспечения электропитания водозаборного узла в случае пропадания электроэнергии. Фирсово-Слобода не планирует останавливаться на достигнутом. Компания ведет строительство нового комплекса под названием «Ботаника». Он будет больше, чем этот в два раза. В водозаборных узлах тоже будет два. Так, две скважины глубиной 200 метров уже обустроены. И к зиме следующего года новоселы-ботаники тоже будут обеспечены качественной питьевой водой. В ближайший год домом для них станет Забайкальский край. В Барнауле проводили на службу призывников, которые отправятся на службу в пограничные войска. На отправлении побывала и наша съемочная группа. Парень смущен от внимания, но как по-другому провести последние минуты перед долгим расставанием? В ближайший год Роман Терехов привезет в армию вдали от дома. Он, как и другие солдаты, здесь призваны в пограничные войска. И сегодня отправляются на Дальний Восток, в Забайкальский край. В принципе, позитивно, уже готов, настроился. То есть, полная боевая готовность к службе уже в наших войсках. Каждое слово родителей, считаю, помогает нам в том, чтобы вселить в нас больше надежды и облегчить нашу службу. В выходные на железнодорожном вокзале в Барнауле провожали новобранцев пограничные войска ФСБ. Молодые люди, призванные этой осенью, уже отправляются на места службы. В этом году мы уже отправили первую партию в пограничное управление по Забайкальскому краю, где они сейчас проходят подготовку специализированных центров. Каждый из призывников, который здесь находится, прошли морально-психологический фильтр, были отобраны по физическим показателям для того, чтобы успешно выполнять поставленные перед пограничной службой задачи. Наша граница будет укрепляться. Будет больше застав пограничных по всему периметру России. И граница будет укреплена. Ребята такие, боевой настрой у них. Уверенность есть в них. Молодцы. Среди провожающих были не только родственники, но и друзья новобранцев, и даже те, кто уже ослужил и находится в запасе. Поделиться опытом и пожелать удачи. В ближайший год удачи парням понадобится. Впрочем, как и дисциплина и бдительность. Уже через 4 дня пути для новобранцев начнется армейская служба. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. До 80-летия Победы в Великой Отечественной войне осталось менее 200 дней. Подготовка к этому масштабному событию уже началась. В эти выходные в Барнауле открыли региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Подробнее о том, чем будут заниматься добровольцы и как попасть в их ряды, расскажет Данил Кузнецов. А вот какие самые знаменательные события в истории страны, вы знаете, практически все называли две даты. Это 9 мая 1945 года и это полет Гагарина в космос. Вот независимо от того, представители какого поколения, молодые ребята или взрослые. Представители разных поколений свело под одной крышей открытие первого регионального центра подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятий, правда, будет очень много. Каждая памятная дата, дни единых действий, они будут все посвящены год 80-летию. Начиная от дня блокадного Ленинграда, заканчивая огненными картинами войны, свеча памяти, георгиевская лента. Мы будем гражданам рассказывать, что это теперь символ Великой Победы, что за нее теперь есть официальная ответственность. Присоединиться к движению может любой житель края, достигший 14-летия. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте волонтеров Победы. Добровольцев обучат навыкам взаимодействия с людьми и напомнят о главных событиях этих сложных 4-х лет истории нашей страны. Но это скорее актуально для юного поколения. У взрослых свои причины. Одна из причин, по которой я поддерживаю волонтеров Победы, это мой прадед Нестеров Алексей Денисович, который прошел всю войну, начиная, он ушел из города Бийска, был призван, и он дошел до Кёнигсберга, и Победу встретил там. В скором времени подобные волонтерские центры, приуроченные к 80-летию Великой Победы, откроются и в других муниципалитетах. Курировать их будет в том числе и Министерство молодежной политики Алтайского края, сказала на мероприятии начальник управления Екатерина Четошникова. Центры станут точками соединения всех неравнодушных жителей по всему Алтайскому краю. Данил Кузнецов, Мария Костылева, Владислав Ковалев. День с толком. А у меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните на телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар Мира. И добра всем. До встречи. Продолжение следует...